Дмитрий Тарасов следователем хотел стать еще со школы, так что с выбором учебного заведения вопросов не возникало. Несколько лет обучения и вот уже два с половиной года Дмитрий Тарасов расследует уголовные дела. В его практике уже были и резонансные случаи, такие как организация незаконной миграции и изготовление оружия на дому. То есть ничего не сделали? Нет. А что такого? Ну, есть, конечно, некоторые грехи, но не слишком крупные. Своё первое дело Дмитрий Тарасов помнит до сих пор. Говорит, что было оно довольно забавным. Обвиняемый украл у возлюбленной карманной деньги. Однако весь судебный процесс клялся ей в любви. Клятвую мужчину не спасли. Однако первые походы в суд для Дмитрия были в новинку. Но тут помогли старшие товарищи. Институт наставничества у следователей развит хорошо. И советам всегда помогают. Оттого и сотни раскрытых дел и столько же благодарностей. Порой даже неожиданных. Хочу сказать, что мы помогаем не только потерпевшим, но и также люди, которые привлекаются к уголовной ответственности. Всё же с ним проводишь большое количество различных следственных и инокруциальных действий, общающихся с ним. Некоторые люди находятся в крайне трудной, тяжёлой ситуации. И в ходе расследования главного дела, то есть проведения следственных действий, в ходе общения с данным человеком, иногда получается так, что давай ему советы, говоря, как и что ему нужно дальше делать, чтобы в нормальное русло вернуться к нормальной жизни. Он тебя может услышать, прислушаться и впоследствии даже поблагодарит. Свой путь Дмитрий Тарасов начал ещё в следственном отделе по Московскому району. Там дела были одноэпизодные, небольшие. Каждый специалист мог вести до 10 таких одновременно. Теперь же с повышением в следственном управлении МВД количество дел сократилось до 3-4. Однако это уже приличные многотомники, где на расследование каждого порой уходит много сил. При этом рабочий день у следователя далеко не нормированный. И в кабинете можно засидеться до глубокой ночи. А дома ждут жена и ребёнок. Если грамотно планировать свой рабочий день, то можно не пропадать. И вовремя приходить домой и проводить все выходные с семьёй. Так что всё это отговорки. Семья – это мой надёжный тыл. Они всегда поддержат, примут, несмотря на те трудности, которые возникают. Очень рад, что они у меня есть. Следователь – это человек с аналитическим складом ума, говорит Дмитрий Тарасов. Ему важно уметь направить расследование в нужное русло. Ведь на плечах ещё и определённые обязанности за судьбу человека, который привлекается к уголовной ответственности. Тут надо быть на 100% уверенным, что подозреваемый виновен. Права на ошибку нет.